Дорогие друзья, приветствую вас с улицы Ацхурской, городок Черноморская улица. Сейчас она, правда, называется улица Качинского. Очень многие наши друзья, зрители, именно отсюда, с этого района, многие писали, ну, давайте, отправляйтесь уже в городок, на Ацхурскую улицу, на Черноморскую, хотим посмотреть, как там все, как живет наш родной район, наш Убан. Вот, приехал я сейчас, правда, не пешая прогулка, а автомобильная. Хочу сейчас я проехать на Нафтлукский базар. Теперь, будете смеяться за помидорами. Я сегодня какие-то вещи купил, но вот помидоры, забыл о помидорах. Так, так мне, меня сбили с толку гигантские помидоры Хвичи из села Бакурцихи, которые я вам показывал на фотографиях. Помидоры гениальные, совершенно такой фантастический сорт, что я уже забыл о том, что помидоры закончились. Вот, я еще жил эмоцией от тех помидоров. Ну, сейчас, на самом деле, у нас такие творческие каникулы до конца августа. То есть, то, что нужно было, мы все уже сняли, все отправили. Ну, вот сейчас мы находимся в положенном нам отпуске до конца августа. Ну, естественно, я не нахожусь в вакууме и продолжаю жить на этой планете. Выезжаю и с большим удовольствием снимаю для вас. Ну, а для телевизионного эфира мы будем снимать уже после того, как выйдем из отпуска. Наши операторы Хвича и Бесо тоже отдыхают. Они у себя на малой родине, в Кахетии. Так что, я очень рад тому, что в эти жаркие августовские дни я в таком свободном графике снимаю только для наших уважаемых зрителей. Ну, это уже у нас превратилось в такое реалити-шоу, да, между собойчик такой. Я и мои уважаемые зрители. И вот в условиях этого нашего дорогого между собойчика мы прекрасно общаемся. Тем временем мы уже спустились, спускаемся вот сейчас к Исане. А, вот еще вот писала одна наша дорогая зрительница о том, что вот мы вот жили раньше около Исани, у корпуса, у метро Исани, у корпуса, где было написано там, что труд, да, мир, труд, май, кажется, там было написано. Дом летчика назывался этот дом. Сейчас тоже, по-моему, называется дом летчика. Вот здесь как раз вот с левой стороны по выходным ярмарка цветов. На той неделе я вот купил какие-то для двора цветочки-василечки, я показывал нашим зрителям. Хотя мне один человек написал, что вот, ты знаешь, что, Михаил, кавказскому мужчине, там цветами заниматься не положено. Положено заниматься выпивкой, вином, коньяком и шашлыком. Ну, вы знаете, целый день заниматься вином, коньяком и шашлыком практически невозможно, понимаете. Не все для живота, а кое-что и для души тоже должно быть. Я так считаю. Что он делает? Очень странно. Да, так что бывают очень иногда странные комментарии, понимаешь. Оказывается, цветы там под запретом. Цветы же не чулки, не колготки же, да. Мы одели и так пошли на Исани, нет? Купили? Цветы. Что в этом плохого? Расскажите мне. Вот здесь вот бывшая полиция Исанская, был суд, сейчас здесь поликлиника. Вот как раз вот это, да, дом летчика. Правильно, да, я помню вот этот дом напротив метро Исани. Вот здесь вот остановка как раз. Вот сейчас покажу метро Исани. Вот оно. А это дом летчика. Сейчас. На лево аэропорт и Кахетинское шоссе, прямо на взлух, а потом Московский проспект. Так что ориентируемся по курсу правильно. Ну вот сейчас здесь такой небольшой заторчик. Вот машины, которые пошли с той стороны, мешают машинам, которые идут с этой стороны. Сейчас там тоже откроется светофор, мы застрянем посередине пешеходы. Ну вот мне нравится, когда вот блогеры, которые приезжают сюда, ну люди теперь, все уже блогеры, да. Кто берет в руки мобильный телефон и нажимает на кнопку REC, уже все блогеры абсолютные. И журналисты-блогеры, и блогеры-блогеры, и не блогеры, тоже блогеры. И в общем они вот, когда, ну приезжие, я имею в виду, не здешние, да, вот они, ну они же смотрят на Твилис с таким посторонним глазом, который тоже интересен, как на тебя смотрят со стороны, да. Вот они все говорят, что вот в Грузии переходят там, где хотят, вообще не соблюдают пешеходы никаких правил. Вот, ну действительно это так, и водители тоже ездят как сумасшедшие, вот они вот ездят. Да, не без этого, конечно же, у нас такая, но нужно осторожно очень быть всегда за рулем, потому что действительно кто с какой стороны выбежит, не поймешь, и когда мы не за рулем и тоже пешеходы, мы тоже не святые, тоже грешим. Но я всегда вот исхожу вот из той позиции, на какие три буквы пошлет водитель, когда увидит, да, что переходишь не там и не так, и вообще какой там будет, сколькоэтажный, сколькоэтажный бронер-угань будет. Вот я вот из этого исхожу, и поэтому, ну естественно, если бы все все соблюдали, тогда бы не было бы нарушителей. Так что эти места тоже у нас вызывают интерес у наших зрителей. Я же говорю, вот весь Твилиси, он для людей, особенно которые не находятся в Твилиси, да, он представляет собой большой интерес. Ну, конечно же, пишут, а почему ты вот на русском языке вот это вот рассказываешь, почему ты не на грузинском, вот человек, который здесь находится, да, в Твилиси, вот этот местный, да, и что я ему буду рассказывать про Московский проспект, ну и дальше что? Что он нового узнает? Человек, который здесь, и который каждый день может приезжать сюда, ну, скажем, на Московский проспект, на Клубский базар. Да многие-то уехали, у многих детей там уже, внуки, которые знают, что Твилиси – это их историческая родина, это город, скажем, предков, да, их, где родились их мамы, папы, бабушки, дедушки. Но они не знают грузинского языка, но интересуются Твилиси, хотят узнать, что же такое это Твилиси, что, что за формула такая, которая заставляет в себя влюбиться на всю жизнь. Но он не знает языка, мы же должны ему рассказать, мы же должны показать, сколько гостей из соседних стран, для которых межнациональный язык общения русский. Вот сейчас я вот был в Армении, да, на границе, естественно, мы общались с пограничниками на русском языке. Естественно. А что делать? Я это по-армянски понимаю, но не очень хорошо. Ну, поднимать-то все понимаю, теперь говорить у меня не такая, не льется речь, но и то понимаю и разговариваю благодаря тому, что я Авлобарский, дорогие друзья, товарищи. Вот сейчас мы здесь припаркуемся и посмотрим, что происходит на рынке. Вот я вот следую вашим рекомендациям и очень большие ролики не снимаю. Так что, если здесь что-нибудь для навплуги будет интересно, я обязательно с вами еще свяжусь. А так, спасибо за внимание.